Абдул-Хасана Занжани Поэтому, дорогие братья, всем нам, а также нашему обществу, нужно учиться правильной этике общения. Мы видим, как сейчас наши ребята общаются друг с другом в Москве, видим, как наши люди в интернете конфликтуют между собой, используя нецензурную лексику. И это неправильно, когда люди общаются между собой в такой грубой форме. Первым правилом в этике общения является умение начинать свой разговор с помощью правильно подобранных слов и их красивом изложении. «Каждый из нас, собираясь что-то сказать, должен прежде подумать, как я могу сказать это более деликатно и более красиво, и как сказанная мною речь может повлиять на собеседника». Все мы знаем, братья, что одна и та же фраза, произнесенная «думая» различными способами, может повлиять на человека абсолютно по-разному. Примером этому служит история про Падишаха, увидевшему «сон», в котором выпали все его зубы. Наутро он позвал одного мудреца и спросил, что означает этот сон. На что тот ответил, «Этот сон означает, что все ваши родные умрут, и вы единственные останетесь в живых». Услышав эти слова, Падишах рассердился и приказал отсечь голову мудрецу. Потом привели другого мудреца, и тот интерпретировал сон такими словами. «О, Падишах, поистине это великий сон. Он означает, что из всей вашей родни вы будете жить дольше всех». Услышав его ответ, Падишах остался доволен и отпустил мудреца, наградив его золотом. А результат ведь один и тот же. То, что сказал второй мудрец, означает то же самое, что сказал и первый. Все его родственники умрут прежде, чем Падишах, и в итоге он один, кто останется в живых. Однако видите, братья, как нужно подбирать слова, как нужно уметь подносить блюдо, чтобы оно понравилось хозяину. Если все мы научимся искусству общения, независимо с кем мы будем общаться, мы всегда будем получать от общения позитивные результаты. Со мной тоже иногда случаются подобные истории. Недавно, когда я приземлился в аэропорту Манаса, меня все начали фотографировать у выхода. Я им говорю, не надо, а они продолжают снимать меня. Опять говорю, не надо, но меня все снимают. Причем все, и мужчины, и женщины. Говорю им, не снимайте, никто не слушает. И потом складывается впечатление, что я высокомерный, раз не разрешаю снимать себя на камеру. Только я начинал говорить, не снимайте, они сразу смотрели на меня плохими глазами, и еще больше подходили, и снимались со мной. Даже не спрашивают, а можно ли? Как будто я какой-то экспонат, которому любой желающий может подойти и сфоткаться. И так продолжалось 4 часа, я не мог никуда ни зайти, ни выйти. Так что я хотел сказать? А, вот, вспомнил. В это время мне, оказывается, кто-то звонил. А я из-за шума людей не услышал звонок и не смог ответить. И после этого мне приходит СМС. Неужели наступило такое время, когда у Лемы перестали отвечать на звонки? Что это за слова? Он как бы упрекает меня. Я смотрю, у меня, оказывается, 3 пропущенных звонка от него. Бывали случаи, когда мне и по 15 раз звонили, и я не слышал. Но никто из них меня не упрекал. А этот парень меня упрекает. Я перезвонил ему и говорю, зачем ты меня упрекаешь? Он говорит, извините, Хаджи. Я тут уже не сдержался и говорю ему, нет, я тебе не извиню. Почему ты меня упрекаешь? Ты своей СМСкой мне все настроение убил. Я только освободился и взял телефон в руки, и тут такое сообщение. Я, конечно, мог бы и промолчать, однако я ведь тоже человек, который способен разозлиться и обидеться. И поэтому я поругал его и выключил телефон. Я же мог, например, просто спросить его, какой у тебя ко мне вопрос, ответить на него и закончить на этом разговор. Однако я поругал его. Потом он снова прислал мне СМС. Дайте мне номер Абдущукурустаза. Я не стал давать ему номер. Кто знает, может он позвонит Абдущукуру и тоже напишет такой СМС. А тот потом расстроится и в плохом настроении даст людям неправильную фетву. Он ведь тоже человек, уважаемые братья. Он все равно работает во благо народа. Устает, денег за это не получает. Если кто-то будет писать ему сообщения подобного рода, ему же будет неприятно. Так ведь? Он ведь тоже человек. Я сначала подумал, может просто ответить этому парню по-хорошему. Однако я захотел дать ему урок. Поэтому я перезвонил ему и 15 минут ругал его. А потом, когда я отключился, он мне пишет, дайте мне номер Абдущукуру. Я сказал ему, тебе нельзя давать его номер. Да, у меня есть его номер, но я не имею права давать его другим без разрешения. Потому что его номер для меня Аманат. И чей-то адрес для меня тоже Аманат, друзья. Если я скажу кому-то чей-то адрес, этот кто-то может пойти ограбить этого человека. Поэтому, братья, нельзя кому попало раздавать данные ваших знакомых. Их номера телефонов, адреса и другие личные данные. Вся информация о ваших знакомых, такая как их фамилии, дата рождения, место жительства, являются для вас Аманатом, который нельзя разглашать посторонним. И также, их телефонные номера нельзя вот так просто давать их кому-то. Понятно? Такое действие считается недозволенным. Вернемся к теме. Во-первых, когда вы что-то говорите, старайтесь говорить это в литературной форме. Старайтесь строить предложения согласно правилам грамматической основы и выговаривать свою речь четко и ясно. И кроме этого, уважаемые братья, Нашим всеобщим образцом для подражания является посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. И даже в нашей разговорной речи мы должны брать пример с него. Когда посланник, саллиллаху алейхиссаляту вассалям, что-то говорил, он говорил это кратко и ясно. Иногда он повторял свою речь по три раза, так что люди были способны заучить его слова. Кроме этого, когда посланник, алейхиссаляту вассалям, что-то говорил, любой человек, посмотрев на его лицо, мог с уверенностью сказать, что он не лжет. И мы также должны следовать его примеру. Когда мы что-то говорим, мы должны быть честны в своих словах, чтобы люди, слушающие нас, не усомнились в правдивости наших слов. Наш посланник, алейхиссаляту вассалям, говорил настолько ясно и четко, что среди всех его слушателей не оставалось никого, кто бы не понял его слова, и ни у кого не возникала потребность в том, чтобы пророк, алейхиссаляту вассалям, повторил их снова. И еще, когда перед вами стоит человек, который старше вас по возрасту, или выше вас по рангу, или каким-либо другим показателям, к примеру, он выше вас по религиозным знаниям, вам не нужно огрызаться с таким человеком. Если он вежлив с вами, это не значит, что его нужно запрягать как вам угодно. Вот недавно у меня был случай. Сижу в аэропорту, ко мне подходит какой-то несовершеннолетний подросток с аттестатом в руке и спрашивает, какая сура вам больше всего нравится. Я его не понял и переспросил, в смысле какая сура. Он говорит, ну какая сура в Коране вам нравится больше всего. Я ему говорю, сынок, все суры Корана хорошие. Если я скажу тебе, что мне нравится какая-то конкретная сура, тогда возникает логический вывод, что некоторые суры мне не нравятся, так ведь? Потом он начал заливать меня другими вопросами, какая ваша любимая футбольная команда, какая у вас любимая еда и так далее, и так далее. Хотел поругать его за глупые вопросы, но мне стало неудобно грубить ему, так как парнишка совсем молодой, и спрашивает с большим энтузиазмом. Пришлось сказать ему, сынок, я сейчас пью кофе, давай попозже. Так он через несколько минут опять подходит. Вы допили кофе? Я опять со своими вопросами. Я уже не знал, как мне отмазаться, пересел в другое место, не помогло. Вот в такую сложную ситуацию я попал, не зная, как от него избавиться. Мне часто предлагают в самолете лететь в бизнес-классе, но я отказываюсь, дабы не показываться людям высокомерным, и чтобы они не подумали, будто я брезгаю сидеть с простым народом в эконом-классе. Но оказывается, иногда не нужно отказываться, и другим не нужно расценивать это как высокомерие с моей стороны, поскольку иногда человеку хочется побыть наедине со своими мыслями, почитать книжки во время полета, а когда ты сидишь в эконом-классе, к тебе подходят люди и начинают отвлекать, и тебе уже становится не до книги. В тот раз я купил книги в Ташкенте и хотел почитать их в аэропорту. За четыре часа ожидания я мог бы закончить целую книгу, а вместо этого я успел прочитать только 20 страниц, хотя мог бы закончить ее до конца, если бы никто не мешал. А из-за этого парнишка мое время ушло впустую. Я с кем-нибудь разговариваю, а он все время подходит и что-то спрашивает у меня. Стоило мне отвернуться, тут же начал фотографировать меня. Вот такая неприятная ситуация. Еще, дорогие братья, когда кто-то о чем-то говорит, нужно стараться не перебивать человека, дав ему возможность договорить до конца, сохранив тем самым его авторитет и показав ему свое уважение. Кроме этого, если ты видишь, как кто-то говорит что-то правильное, желательно подтвердить его слова перед другими, например, кивком или сказав «да», он говорит правду, тем самым убеждая слушающих в правдивости его слов. Такое действие считается сунной, ибо не всегда слушающие могут поверить в правдивость слов говорящего. Многие могут испытывать сомнения или недоверие, поэтому никогда не будет лишним поддержать человека в глазах других, подтвердив правильность его слов. Даже в интернете, если вы прочитали правильное мнение одного человека и видите, как другие начинают его критиковать, вам нужно поддержать его, сказав «да, он правильно пишет».